Как распознать признаки инсульта и инфаркта, а также оказать первую помощь себе или близким, рассказали окружным пенсионерам в рамках занятий Университета пожилых людей. Такие занятия проходят на базе библиотеки имени Алексея Печкова уже пять лет. Факультет здоровья традиционно один из самых посещаемых. Умение оказывать первую медицинскую помощь может пригодиться каждому человеку. Узнать о том, как вести себя в экстремальной ситуации, оказать помощь и даже спасти жизнь, на факультет здоровья пришли 25 слушателей Общественного заполярного университета для пожилых людей. Участников Университета здоровья очень важно научить таким самым простым аспектам оказания первой помощи. Мы сегодня поговорим и об инсульте, об инфаркте, о том, когда у человека нет сознания, нет дыхания, что делать. Электротравмы, отморожения, приступы эпилепсии, обморок, носовые кровотечения, вообще кровотечения. То есть затронем вот эти темы. И наша задача сегодня – научить людей практическим навыкам оказания первой помощи в быту себе или своим родным и близким и знакомым. Слушатели работают на манекенах, учатся выявлять первые признаки онкологических заболеваний, правильно делать массаж сердца и многое другое. Лекции на факультете здоровья проходят каждую неделю. Цель наших мероприятий – это пропаганда здорового образа жизни. Наши слушатели узнают много очень интересного и полезного, как бы продлить свою жизнь, сохранить свое здоровье, привить здоровый образ жизни. Мы встречаемся, мы уже встречались очень много со специалистами, с узкими специалистами нашей окружной больницы, поликлиники. К нам приходили работники аптек. При Общественном заполярном университете для пожилых людей, кроме факультета здоровья, работают также факультет литературы, правовых знаний, краеведения и курсы компьютерной грамотности для начинающих.